И снова добрый день, снова с вами программа Живое Слово, и мы продолжаем говорить, мы продолжаем разбирать притчу о двух сыновьях. Евангелие от Матфея, 21 глава, 30 стих. Подойдя к другому сыну, отец попросил его о том же. Сын ответил, иду, господин, а сам не пошел. Знаете, друзья, мне это снова и снова напоминает то время, наше время, время, в которое мы живем сейчас. Так много, друзья, людей, которые открывают свое сердце навстречу Богу и говорят, господи, господи, так прекрасно, так здорово, мне так нужно было это, господи, ты нашел меня, ты вытащил меня из грязи, ты достал меня из тенистого болота, ты омыл меня своей кровью, ты очистил, ты дал мне совершенно новую жизнь, господи, это так чудно и так прекрасно. И вот, вот, мы говорим, все, теперь, господи, что скажешь мне сделать, я пойду. И вы знаете, сердце отца, ведь оно искреннее, оно доверчивое, он верит, он верит словам, видя сердце, он верит словам, он хочет верить моему слову, он хочет верить вашему слову, он хочет верить нашим словам. И вот сын его говорит в глаза отцу, он говорит, иду, господин мой, иду, господин мой. Вы знаете, однажды в моей жизни произошел такой серьезный момент, когда для меня стало самым, наверное, таким важным откровением, простое понимание, когда мы произносим молитву покаяния, мы принимаем Христа с одной стороны своим спасителем, а с другой стороны своим господином. Так важно, чтобы в нашей христианской жизни, в нашем хождении с Богом мы с вами, друзья, никогда настолько не удовлетворились тем, что он спаситель, чтобы перестали воспринимать его и перестали относиться к нему как к господину. Так важно, чтобы в своем сердце мы всегда понимали и помнили о том, что с одной стороны он являет к нам свою безграничную, безмерную, безусловную любовь, но с другой стороны он ожидает, что в нашем сердце мы будем всегда полностью покорены ему, мы будем говорить, говори мне, господи, что хочешь ты, что ты хочешь, чтобы наши слова не были тщетными, чтобы наши слова не были пустыми, потому что Бог собирается сделать очень много через жизнь каждого из нас. Однажды, я уверен, вы наверняка слышали об этом, о том, что я услышал эту историю, о том, что самое богатое место в мире это кладбище. Оно самое богатое, друзья, по одной простой причине, там лежат так много людей, там лежат миллионы, миллиарды людей, которые никогда так в жизни и не реализовали свои потенциалы, не реализовали откровения, не реализовали те возможности, то, что Бог хотел сделать. Наверное, скорее всего, своей жизнью, точно так же, как этот сын, они сказали, иду, господин, а сами не пошли. Пускай эта история будет не о нас с вами, мы можем все исправить, и доверьтесь просто Богу, Он знает, как можно сделать то, что не под силу человеку. Завтра мы с вами будем завершать эту историю, пусть Бог благословит вас, смотрите предыдущие выпуски, подписывайтесь на наш канал, друзья, ХСН Новое Время, увидимся с вами с Богом. Спасибо. 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 Спасибо.